Безграничные возможности для молодёжи. Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет могут отправиться за границу совершенно бесплатно. О международной волонтёрской программе «Эрасмус» подробнее расскажет Катрина Тайбарей. Елена Ершова – участница программы обмена «Эрасмус плюс». В течение года девушка была волонтёром в Румынии. В новой для себя стране она не только знакомилась с культурой Румынии, но и рассказывала местным жителям об обычаях и культуре России, а также проводила традиционные игры для детей. Об этом проекте Елена узнала случайно от своей знакомой, которая отправилась по обмену в Китай. Далее стала искать информацию в социальных сетях и добилась своего. Сейчас, к сожалению, проектов не очень много, но они всё-таки есть. Некоторые страны дают визы именно для волонтёрских проектов. Получить эти визы сложнее, чем было до пандемии, но всё-таки, да, ребята уезжают. Всё точно так же, то есть уже какие-то ограничения только в стране, но, по крайней мере, возможность выехать есть. Основной целью «Эрасмус плюс» является развитие толерантности у молодёжи и знакомства с культурой разных стран. Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может стать частью этого некоммерческого волонтёрского проекта. Все расходы покрываются Европейским Союзом, нужно только пройти отбор. Это помощь людям стать более толерантными, узнать о культуре другой страны, помочь в каких-то определённых мероприятиях, проведении. Ну, например, я была в Румынии год и помогала проводить спортивные мероприятия, просто мероприятия для молодёжи маленького города. Как рассказала наша героиня, каждый выход из зоны комфорта – это отличный способ проверить себя и свои возможности. Поездки по программам обмена – это опыт общения с людьми различного менталитета, расширения кругозора, разрушения языкового барьера. Отправляют в такие страны, которые не очень распространены для экскурсионной программы, например. Это знакомство с новыми людьми абсолютно со всего мира, навыки общения с разными людьми, как по религиозным признакам, так и в целом по разному менталитету. Узнать подробнее о действующих программах и возможностях молодёжи можно, обратившись к Елене. Её контакт вы можете видеть на ваших экранах или в сообществе «Сфера» в социальной сети ВКонтакте. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...